Я, во-первых, купила ради познания мира. Короче, они по 700 с чем-то тенге, вот две штуки. Потом сказали лист на личное дело, две фотографии, папку. Вот этот пенальчик я купила для Ромы, а такой пенальчик это для Рады. Так, тут-ка себе. А, там Роме майку и трусы, короче. Вот эти закладки я себе взяла для книг, магнитные закладки. Вот эта штучка на швабру. Вот эти линейки, это я же говорю, по чуть-чуть, чтобы покупать для школы. Это линейки такие гнущиеся, можно и гнуть. Их можно на руку надевать. И то, короче, я ничего не купила, уже 15 тысяч у меня вышло. Мам, их можно на руку надевать. Так, вот это Роме маечки под рубашкой. И трусики. Это девка бантики. Кстати, магнитные закладки, которые вот я сегодня приобрела в фикс прайсе. Классное приобретение, хоть мелочь, а приятно. Вот она так разъединяется с двух сторон магниты и прищепляется на ту страницу, на которой вы читаете. А так обычно я раньше загибала листы. Ну, вообще, я вот так вот, если я читаю, то я книгу как бы не берегу. Я ее читаю, так читаю. Я и книги, и листы загибаю. Или если надо, что-то могу пометить там. Или подчеркнуть там. Или где-то на полях написать. Ну, а вот тут мне прям понравились такие закладки. И там все-таки какие-то абстрактные картины на них нарисованы. Ну, и вообще вещь классная. Бегут, бегут, бегут. А че я купила вам? Че я вам купила? А че я вам купила? Пойдите домой, Тавров берем. Домой. Да, Кубничная, бегите домой. Вот так всегда встречают меня с магазина. На улице лето. На улице лето? Ну, дома, во дворе, кушай. Кушай. Мы сидим с Пелагеечком на улице. Я тоже чай попила. А Пелагея тут свои бутеры и огурцы ест. Тут уже у нас вот цветы. Начали расцветать. И потихоньку мы все-таки таскаем еще камни. Ну, когда мы песок таскаем с Ромой, я еще и камни набираю. И потихоньку огораживаю. Вот такие красивые речные набираю. Плохо, что я там начала с щебенки, с вот этих крупной щебенки. А потом только нашла, где речные брать. И потом вот стала речные таскать. Если бы сразу нашла речные, то я бы из них и все построила. А теперь щебенки натаскала, не знаю, куда ее одевать. Ну, короче, хотелось бы теперь все прям речными сделать. Они просто покрасивее выглядят. У нас калитка неправильно сделана. Плохо открывается, плохо закрывается. Мне тяжело ее самой даже открывать. А тут мы еще не выходили. Калитка была закрыта. И я смотрю, уже лапки просовывают с одной стороны, с другой стороны. Ну, дети приходят до моих детей играть, а мы еще не выходили. И там уже очередь собралась. И руки такие, там сбоку, снизу, везде эти руки залазят, пытаются калитку отколупать. Я говорю, вон, идите, говорю, пришли к вам. Вот они все повыходили. Я иду с почты. Забрала тут свой посылку с Филиппа, с Азона. У меня тут такие китайские колокольчики должны быть, как музыка ветра. И книжка по йоге. Ну, и сейчас заварку надо купить. Заварки дома нету. Бегу домой. А девчонки у меня сегодня приболели. У них температура, ну, такая 37-37,3. Небольшая температура, но они ноют так, как будто уже умерли совсем. Я говорю, лежите, меньше по лужам надо бегать. Вот. Ну, такие делишки дела. А сейчас вот потом, когда повешаю свои колокольчики, покажу вам, как это будет выглядеть. Вот, я приделала эту музыку ветра. Это я видела, не знаю, на какой-то фотографии, где-то в интернете видела. И мне захотелось. Вообще, я такие всякие висюльки люблю. А теперь, когда будет ветер, оно будет у меня звенеть. Тут вот такие слоники. Там слоники, тут слоники. И вот такая вот книга мне пришла. Йога для тела, дыхания и разума. Ну, такая достаточно большая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почитаю. Сегодня у нас пилят деревья, электрики наши деревья уже пилили. Ну тут чуть-чуть веток там, чуть-чуть веток надо будет потом поубирать. Просто факт тому, что света нет, и сейчас придется на газ это все тащить в летнюю кухню. Иди гуляй, в летнюю кухню на газ придется тащить. Вот так, ну такое неудобство небольшое. Вот наши китайские огурцы, мы их через день собираем, и они вот через день такие отрастают, огромные. Ну дети едят, но все равно, конечно, это для нас даже много. Хотя не все кусты, помните, у меня как-то... Не все кусты, короче, у меня принялись. Но из этих немногих кустов все равно столько огурцов у меня. В общем-то надо их, наверное, садить поменьше, но как-то так садить, чтобы они более упорядоченно были. А вообще китайский сорт мне нравится тем, что не желтеет. Но вот что-то вот он крутится, но зато один огурец так огурец, да? Привет, мои подписчики. Может, сам я этими огурцами стану? Да, Рада болела, и у нее болячки на губах. И баклажаны мы собираем еще. В общем, у нас... Я их аккуратно загружаю. Много всегда сейчас огурцов и баклажанов, остального не очень. Помидоры не зреют, все зелененькие. Только баклажаны, да, огурцы у нас уродились. Наше ведро баклажанов, которое мы собрали. Рада держать. Нет, это большое ведро, которое 10 литров, но... Ну, чуть-чуть, конечно, не полное, но вот это через день мы собираем. Сейчас надо оставить себе пережарить и немного деду набрать. И огурцов немного деду набрать. Ну, короче, поделиться, потому что у нас все равно много их много. В общем, мы с Ромой привезем... Привезли, вернее, уже песка. Но сегодня некогда, а завтра я планирую кое-где тут дорожку эту подмазать. Где щели, где что. Потому что, ну, цемент просто так засохнет. Чтобы он не засыхал, надо в дело его пускать. Поэтому я то там где-то в бане подмазала, где что отваливалось, где-то на крыце что-то подмазала. Вот теперь есть еще остаток есть. Надо еще дорожки, вот эти щели, позамазывать. Ну, просто чтобы цемент не пропадал. И заодно вот это все сделать. Тут с цветами... Не знаю, когда я с камнями с этими до конца тоже разберусь. Потому что камни, они тяжелые. Даже пол ведра тяжелые. Уже ручки отрываются у ведра. Поэтому и не так уж их легко найти. Они там есть, но их надо искать, как грибы. Поэтому вот так потихоньку, помаленьку вот это все выстраивается. Но когда закончу, не знаю. Потому что вот там еще раза два надо сходить для того, чтобы вот этот участок закрыть. И тут еще вот до конца дойти. А этот колокольчик я повесила не в очень удачном месте. Потому что ветра там нету. Ну, конечно, красиво. Мне так хотелось, чтобы на входе у меня висел этот колокольчик. Но ветра нету, и он поэтому не звонит. Обычно ветер там, а тут за домом ветра так нету. Поэтому он не звонит. Надо самой звонить, чтобы послушать. Мы идем с Пелагеечком до деда. Вчера Пелагея болела. А сегодня... А теперь выздоровела. А теперь выздоровела. Ну, когда они у меня болеют, что Рада, что Рома, что Пелагея, когда у них температура, их и тошнит тоже. Поэтому она говорит, теперь я не рыгаю, говорит. В общем, вчера у меня была стирка, потому что вот это все постельное. Где она лежала, то там, то там. Она меняла я ей и приходила... И, в общем, приходилось перестирывать много. Сегодня мы к деду прогуляемся. Корова там. Корова пасется. Мы идем до деда, чтобы отвезти вот эти огурцы, баклажаны, то, что мы с Радой вчера собирали. Ну, и чтобы... Что-нибудь тебе куплю. Посмотрим, что-нибудь такое. Холодное и белое что-то. Холодное и белое что-то? Это что, например, может... Холодое! Мороженое. Мороженое. Это намеки плоские. Холодое и белое что-то. Холодое. Ладно. Идет. Лена сейчас будет радоваться. Где Вега? Она печеньки ей несет. Давай. Раздавай ей печеньки. Сегодня у нас одиннадцатое августа. Вчера я тут... Мама, пахнет сосисками? Я не ела сосиски. Не знаю, что я пахну сосисками. В общем, я вчера тут эти, где щели были на дорожке, замазывала. Там вначале замазывала. Но я успела, потому что потом погода попортилась, дождь пошел. И, в общем-то, цемент я уже закончила. Теперь только осталось камешки дотаскивать. Сейчас с магазина пришла. С магазина пришла. Вот они растаскивают. Все, что я купила, надо будет потом готовить. Сегодня вечер, одиннадцатое августа. А я сижу, обдумываю план на завтра. Во-первых, я сегодня заказала для Рады школьное платье на одном сайте. Решила в этот раз попробовать заказать платье. Потому что, ну, лузские отдельно, юбки отдельно покупаются. И потом, в общем-то, я решила попробовать что-то новенькое. Это не блузку, юбку. В этот раз взять, а взять платье. Такое темно-синее платье. И у него белый воротничок и белые манжеты. И, в общем-то, вроде как этот воротничок снимается. И можно отдельно стирать. Посмотрим, как будет в носке. В общем, заказала. Должно прийти 25 августа. А на завтра, ну, наверное, тоже юбочку и блузочку как бы на смену этому платью возьму. И там посмотрим, как будет носить. Как будет то носиться, как будет это носиться. И можно еще что-то спортивное взять для физкультуры. И Роме надо тоже рубашки, брюки. Вроде как трико есть, футболки есть. Так на физкультуру на первое время пойдет ходить. Надо взять рубашки, брюки. Не знаю, как насчет кофт, если будет какая-то прохладная погода. Будут, не будут. У меня денежки на это. Из канцелярии я много что взяла, но я не брала еще тетради. И там какие-то ножницы мне будут нужны для рады на труды. Какие-то папки тоже ей нужны. Короче, такая мелочевка. Ну не знаю, если это мне попадется по пути, то я это возьму. Не попадется, так не попадется, скажу. Без папок нормально. И туфли. Те туфли, которые в прошлом году я ей купила, белые, они в этом году ей даже еще большие. Еще немножко хлопают. Но дело в том, что она же ребенок и ходит неаккуратно. И у нее есть царапинки на этих туфлях. В общем, я отмыла. Там небольшие царапинки есть. Я думала, если мне попадется белый крем для обуви, то взять, обновить носки этих туфель белым кремом для обуви. Потому что дорого как бы и так собирать детей в школу. И жалко, потому что там пару царапинок и из-за этого не хочется покупать другие туфли. Помнится, что белый крем для обуви должен быть. Потому что я помню, что когда-то на свадьбу у меня были белые туфли. И как-то мне казалось, что один туфель от другого немножко по оттенку отличается. Один прям был белый-белый, а другой как будто молочного цвета. Может быть, один стоял на солнце где-то на прилавке, а другой был спрятан. Не знаю. Но, в общем, мне казалось, что они различаются. И я на тот момент покупала белый крем для обуви. И потом их натерла этим белым кремом. И потом они стали одинакового оттенка. Так что должны где-то быть, но надо поискать, посмотреть. Ну, в общем, такие вот... Главные это, конечно, вещи. А второстепенные это папки, там, канцелярия, там, что уже попадется по пути, то возьму. И вот сейчас сижу, обдумываю план действий, где что и как я буду брать свой маршрут движения и так далее. Так что школа это такая сложная вещь. Вот видите, я уже с июля, с конца июля начала готовиться и до сих пор еще нервничаю, как все собрать, как все организовать, чтобы все было нормально, чтобы все было хорошо. Так что всем пока. До новых встреч. Уже сами покупки, скорее всего, покажу в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok